Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Нам очень повезло. Наш город – курорт Анапа, город воинской славы. И в нем проживает более 35 тысяч молодежи. Даешь молодежь. Самых активных и перспективных молодых анапчан отметили грамотами и ценными подарками в честь Дня российской молодежи. Точки разбираются, которые стоят незаконно на муниципальной территории. Снесите это немедленно. В Анапу продолжается борьба с несанкционированной торговлей. Здесь прекрасные условия погодные, прекрасная база. И здесь все замечательно. Вся Европа в Анапе. Большой турнир по пляжному волейболу собрал на курорте спортсменов более чем из десятка европейских стран. Глава города-курорта вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Благодарственные письма от Юрия Полякова, Совета муниципального образования, а также от депутата Госдумы Ивана Демченко получили те, кто в свои годы уже проявил себя в творчестве, спорте, профессии. Три молодых семьи получают специальные государственные сертификаты. Они могут улучшить свои жилищные условия, вложившись в квартиру или строительство дома. В зале молодые люди, школьники, студенты, рабочие. В этом году каждый из них совершил собственный прорыв в общественной, творческой, спортивной жизни. Глава города вручает им благодарности. Нам очень повезло. Наш город-курорт Анапа, город воинской славы. И в нем проживает более 35 тысяч молодежи. Что хочется вам сказать. Вы достойная смена. Мы вас любим, ценим. Дай Бог вам здоровья. Всего вам самого хорошего. С праздником вас! Андрей Коробков, участник поискового движения. Юрий Поляков вручает ему медаль Союза городов воинской славы за активную патриотическую деятельность. От лица молодежи Анапы хочется поздравить вас с этим замечательным праздником и поблагодарить за ту неоценимую помощь и поддержку, которую вы каждый день оказываете нам в реализации наших идей и наших проектов. И хочется от лица волонтеров FIFA 2018 подарить вам сутбольный мяч с автографами сборной Даней. Вас аплодисменты, дай Бог. Заместитель председателя муниципального совета Александр Смирнов отметил руководителей образовательных учреждений тех, кто помогает реализовывать молодежную политику в городе-курорте. День молодежи – это всегда праздник красивый, креативный и счастливый. Я хочу пожелать вам, чтобы все планы у вас осуществлялись, мечты становились реальностью. Не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед. Светлана Хижняк, помощник депутата Госдумы Ивана Демченко, вручила благодарности от его имени. Он очень рад тому, что знаком с молодежью города Анапы. За то, что они активно принимают участие в законотворчестве, что они приезжают в Государственную Думу, бывают на приемах и помогают проводить приемы с населением. Софья Бейман, 14 с трех лет, она поет. Как говорит сама, постепенно подбиралась к главным призам. Сегодня она обладатель гран-при более чем десятка фестивалей, в том числе международных и без музыки, своей жизни уже не мыслит. Волнение мне нравится ощущать, особенно перед выступлением, без волнения никогда ничего не получается. А когда ты выходишь на сцену, ты забываешь вообще обо всем, ты ждешь именно этих глаза, этих зрителей, долгожданных выступлений. И это дорогого стоит, на самом деле. Они разные, но всех их объединяет любовь к канавской земле. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. В 10-й детско-юношеской спортивной школе идет частичная замена покрытия в спортивных залах. Из-за повышенной нагрузки оно деформировалось. Деньги на ремонт выделил муниципалитет, а также спонсоры. Ход работы ценила исполняющая обязанности заместитель главы курорта Екатерина Боровская. Так выглядит деформированное покрытие спортивного зала. С момента его укладки прошло 8 лет. Вместе с тем сотни юных спортсменов здесь ежедневно занимаются футболом, волейболом, теннисом, борьбой. По словам директора Нины Филофеевой, нагрузка на инфраструктуру достаточно высокая. Пока учащиеся на каникулах тренеры готовятся к отпуску, работы идут полным ходом. Пришедшие в негодность участки аккуратно вырезают, основание приводят в порядок и укладывают новое покрытие. Это не будет заметно, потому что даже там, где мы положили по разметке, будет сделана разметка. И то есть это будет ровное покрытие. Там будут запаяны вот эти все объемы, которые вскрыты. То есть это специальная сварка линолеума спортивного. То есть никаких перекосов, ни возвышенности, ни впадин. Это будет абсолютно ровная поверхность. И будет сделана разметка. Всего предстоит заменить около 200 квадратных метров специального линолеума в двух спортивных залах. 100 тысяч рублей на эти цели выделил Центр развития гимнастики Краснодарского края, который ежегодно проводит здесь соревнования. 270 тысяч направили из муниципального бюджета. Важно быстрее быстрого, чтобы у нас не получилось, а чтобы это было у нас качественно, безопасно, с соблюдением всех технологических условий и, конечно, в максимально сжатые сроки. Все работы планируется завершить уже к 1 августа. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Борьба с контрафактом и незаконной торговлей и оценка промышленных товаров на соответствие нормам качества и безопасности. Эти и другие вопросы обсудили в городской администрации на заседании Совета по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Точек с контрафактными винами стало значительно меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили полицейские. Все дело в ужесточении наказания. Теперь это уголовная статья. Размер штрафов от 30 тысяч рублей. Тем не менее, с января по конец июня мобильные группы управления торговли выявили 32 факта незаконного оборота спиртного. Изъято около 7 тонн продукции. Спасибо за оперативность, потому что быстро с нами работаете. Только запускировали, сразу ваши сотрудники приезжают. Хочу сказать спасибо и продолжим эту работу так же быстро и оперативно. То есть сезон только начался, скажем так, месяц. Я понимаю, что у нас большие объемы выявлены, много чего установлено. Есть о чем сказать и в крае. И я думаю, что мы, как всегда, опять Анапа на первом месте. Нашим показателем и результатом. Это заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На особом контроле поставки в санатории и детские лагеря. Все товары должны быть сертифицированы. Проще говоря, их свойства должны быть изучены в лабораторных условиях. Это касается и магазинов. В одном из них, достаточно крупном, Роспотребнадзор выявил ряд серьезных нарушений. Это было данное с Федеральной службой предписания. Во втором квартале мы проконтролировали выполнение этого предписания. И вновь выявили товар. В меньшем количестве, но тем не менее, товар, который не подтверждал, отсутствовали документы о его безопасности. Представитель компании сообщил комиссии, что замечания устранены. Остались, как он их назвал, мелочи. Завтра с телевидением туда все группы в состав. ОБЭП, состав налоговая, наши все структурные подразделения. Все туда, чтобы зашли до вечера. И все мне до вечера доложили информацию, что там творится на сегодняшний день. У меня в этом объекте масса вопросов. На контроль прошу и полицию, Дмитрий Александрович, тоже доложите руководству, чтобы на контроль этот вопрос задержали. Хорошо. Небезопасной оказалась и стеклоомывающая жидкость, которую продавали в одном из автомобильных магазинов. В ней было больше трети метилового спирта, опасного яда. Товар бытовой химии не должен причинять, когда мы выявили до значительного превышения по содержанию. Вопросы очень серьезные. Когда мы подали в сети материалы федеральную службу, было установлено, что этот производитель ООО «Акварт Москва» переулок Марановский, дом 1-9, офис 7, вообще отсутствует. Информация поступила не только из Анапы, но и из других регионов Российской Федерации. Также в зоне особого внимания торговля сувенирами символика FIFA без лицензии. Уже изъято более 70 футболок, бейсболок, кружек на общую сумму свыше 130 тысяч рублей. Полицейские отмечают, что большинство нарушений приходится на сезонные точки. По словам Эдуарда Балмышева, учитывая большой объем работы, нужно налаживать прямые контакты между ведомствами, а также чаще проводить такие встречи. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Борьба с незаконной торговлей не останавливается в Анапе ни на один день. Рейдовые группы инспектируют не только городские территории, но также и курортные поселки. Межведомственная комиссия, в которую входят сотрудники полиции, управления торговлей и муниципального контроля, побывали в селе Витязево. Группу возглавил заместитель главы города Эдуард Балмышев. Если нелегальные торговцы разбегаются в разные стороны, значит на рынок приехала комиссия из городской администрации. Одни ретируются вместе с товаром и имуществом, другие же просто покидают рабочие места, оставляя все оборудование на воле судьбы. Все эти люди уже неоднократно получали предупреждения, но так и не сделали выводы. Поэтому теперь для них торговля закрыта. В этой блины, собранной на скорую руку, документов на торговлю не оказалось. Однако продавец уверяет, что теоретически они как бы существуют. Специалисты управления торговлей выписывают протокол. Как бы я с вами не согласен, потому что договор был. Нет, если есть договор, вы приносите его на административную комиссию. Для вас же они будут рассматривать. Если все хорошо, протокол аннулируется. А вот у сотрудников ГИБДД претензии к этому объекту посерьезнее. Мало того, что точка общепита стоит в пешеходной зоне, так еще и в пожарном проезде. За это предусмотрен штраф от 5 до 25 тысяч рублей. Здесь же принимается решение о демонтаже блинной. Несостоявшийся продавец вооружается шуруповертом и разбирает конструкцию собственноручно. По соседству с бывшей блинной витрина с мороженым. Здесь также отсутствует разрешительная документация. Кроме того, продавщице нет 18 лет. Работодатель решил сэкономить на официальном трудоустройстве, а это уже грубейшее нарушение закона. Собственник не явился, поэтому холодильник изъяли, опечатали и переместили на штрафстоянку. Такая же участь постигла и экскурсионный киоск, который стоял в пешеходной зоне. Мы работаем по всему Пионерскому проспекту. На той неделе мы отрабатывали улицу Светлую, Витязева. Отрабатывали уже улицу Мира. Сегодня мы пришли отрабатывать улицу нашу Паралей знаменитую. На Паралей на самом деле тоже много замечаний. Вот сегодня у нас стоит экскурсионка незаконная, вывозим ее сотрудниками ГИБДД. Стоит холодильник с мороженым незаконным, также его оформили, вывозим. Точки разбираются, которые стоят незаконно на муниципальной территории. Мы эту работу продолжаем. Те, кто вышли на муниципальную землю предприниматели, все получили сегодня по протоколу за то, что нарушили благоустройство своей территории. Такие рейдовые мероприятия проходят ежедневно. Более 30 мобильных групп контролируют торговлю во всех частях города и курортных поселках. Предупреждений больше не будет. Будут санкции, которые предусматривают весьма солидные штрафы. Руслан Душевский, Анапа. Город-курорт впервые стал площадкой для проведения первенства Европы по пляжному волейболу. 128 спортсменов вышли на поле Волейграда, чтобы доказать свое превосходство. В первенстве по пляжному волейболу участвуют спортсмены моложе 20 лет. Соревнования являются квалификационными. Победители получат путевку на чемпионат мира. 64 команды из Германии, Норвегии, России, Турции и других стран будут бороться за главный приз до 1 июля. Для Анапы это первый опыт проведения состязаний по пляжному волейболу такого высокого уровня. Здесь прекрасные условия с точки зрения кортов. Если вы были уже внутри, вы понимаете, о чем идет речь. И также здесь прекрасные условия погодные, прекрасная база. И здесь все замечательно. Имена победителей станут известны 1 июля. По словам организаторов, у россиян есть все шансы на победу. Ведь уже в первый день наши волейболисты выбились в лидеры первенства. В следующие выходные Анапа вновь примет гостей со всего мира. Признанные знаменитости, а также восходящие звезды пляжного волейбола примут участие в этапе мирового тура. В Анапе завершился второй этап всекубанского турнира по футболу среди дворовых команд. Соревнования на Кубе губернатора края пользуются огромной популярностью среди молодежи. Победители турнира будут защищать честь курорта на зональных соревнованиях. Удивительно, но этот весьма странный гол арбитр засчитал. Автор гола Владимир Шевцов из Гастагаевской футболом занимается уже три года и считает, что нужно не только уметь играть, но и знать правила игры до мелочей. Ошибка вратаря, он не понял момент, он не знал, наверное, это правило, что когда ловишь в руки, не надо опускать мяч, и я забил. Такие ошибки очень редко случаются, потому что обычно на таком уровне вратари более опытны. Два этапа всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд собрали несколько тысяч участников. В мероприятии, которые проводятся ежегодно в течение последних 11 лет, участвуют юные спортсмены из общеобразовательных и спортивных школ Анапы. В заключительный второй этап вышли всего девять команд. Победители определялись в разных возрастных категориях. Среди игроков 2003-2004 годов рождения победила футбольная команда Анапа-2. Среди ребят среднего возраста лидером стала Анапа-3. А в старшей возрастной категории первое место взяли игроки команды Ника. Победители получили заслуженные награды и призы. Но, как отмечают тренеры команд, расслабляться еще рано. Победа на муниципальном этапе – это только пол-дела. Вообще в детстве не надо ставить какие-то ступеньки и бить на результат. Нужно делать акцент на повышение его мастерства, его работы с мячом. Как он мыслит на поле, как он двигается. Вот это главное. И потом уже результат будет во взрослом футболе. А если мы сегодня будем бить на результат, мы ничего в будущем не получим. Впереди у команд победителей зональный этап соревнований. Уже 6 июля футболисты в своих возрастных категориях встретятся с соперниками в Славянске-на-Кубани. Руслан Душевский, Анапа-Регион Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова